Следующий вопрос. Каково постановление? То есть привести свидетелей или найти свидетелей, которые засвидетельствуют за то, что ты нашел находку. Большинство ученых считает, что желательно, чтобы кто-то засвидетельствовал о твоей находке. Из-за хадиса Айада ибн Химара, который у нас в главе, тоже под номером 935, в нем приходит тот, который найдет находку, то пусть за это засвидетельствуют два религиозных человека. Говорит и это мнение Мама Ахмада, Малика и Ашафии. И второе мнение в этом вопросе, это мнение Абу Ханифы, который считает, что это не просто желательно, но является обязательным. И в довод привел хадис Айада ибн Химара, потому что в нем приходит приказ на это. Говорит Абу Ханифа, а приказ несет за собой обязательность. Кроме как, если есть какой-то уводящий элемент, который вводит этот приказ с обязательности на желательность. Говорит, если он не засвидетельствует, то есть не найдет свидетеля относительно этой находки, то он несет за нее ответственность. Потому что если он не сделал этого, то он подобен тому, внешне, выглядит таким человеком, который хочет забрать ее себе. Иначе зачем он не находит свидетеля относительно этого. Большинство ученых, какую аргументацию привели на то, что это не обязательно, но лишь желательно. То, что пророк не приказал этого. Вместе с тем, что он разъяснял им постановление находки, обучал их этому. И это указывает на то, что это не является обязательным, а иначе он бы разъяснил им это так же. А что касается ответственности за находку, несет ли нашедший человек ответственность за находку? Говорит, несет только в том случае, если с этой находкой случится что-то, из-за его попустительства или приступания границ. Вот этот момент тоже важен. Ты нашел, допустим, какую-то находку. Потом эти деньги, которые ты нашел, сгорели, например, но не по твоей вине. Или у тебя их украли. Отвечаешь ты за них или нет? Ты за них не отвечаешь. Но если ты сам совершил какое-то приступание границ или легкомыслия, тогда ты отвечаешь за них. Допустим, ты оставил кошелек с деньгами в открытом состоянии на улице, под дождем, допустим. И естественно, что эти деньги испортились от этого. Кто понесет за это ответственность? Будешь нести за это ответственность ты, так как ты стал причиной их гибели. Значит, наш вопрос, что получилось в нем верным? То, что найти свидетелей на то, что ты нашел находку, и на то, что ты конкретно нашел, является чем? Является желательным. Является желательным, но не обязательным. Далее. Продолжение следует...